Гречка, рис, макароны, сладости и соки для детей. Стоимость такого набора примерно 400 рублей. Не так много, но те, кто сейчас оказались на грани выживания, рады и такой помощи. Одинокая мама двоих детей Елена работу не потеряла, но зарплата стала существенно меньше. Сейчас для всех очень тяжелое время. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему храму умиления. Некоторым нижегородцам епархия сама развозит продукты, помогают волонтеры. Сегодня это 11-классница Аня. Ей 17 лет. Здравствуйте, я волонтер. Сейчас оставлю вам пакет от социального отдела Нижегородской квартиры. Мамы и их дети еще до конца не привыкли к новым реалиям и мерам безопасности. В благодарность за подарок по привычке предлагают зайти в гости. Очень благодарны всем. Нам и вы из Ассоциации многодетных семей тоже помогли недавно. От помощи мы никогда не отказываемся. У нас много. Съедят все. Спасибо. В базе епархии больше двух тысяч нуждающихся. Сейчас количество обращений увеличилось. Сложные ситуации. И мамы-одиночки, и многодетные семьи, и пенсионеры. Мы, оказывая помощь, не разбираемся. Это христиане, иудеи или мусульмане. Я уверен в том, что представители других конфессий, они поступают ровно так же, потому что это общая беда. И вирус, он у нас не спрашивает свидетельства о рождении, не спрашивает нашу национальность, вероисповедание. Продукты жертвуют прихожане. Юлия Калинина, Максим Веселов. Время новостей.